Железную дорогу, ведущую в Симферополь, открыли в октябре 1874 года. К тому времени уже было построено здание вокзала, простоявшего до Великой Отечественной. Первый поезд пришел на станцию Симферополь, когда было завершено строительство участка Симферополь-Севастополь. Началось регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Севастополем с тремя пересадками в Москве, Курске и Лозовой. Первые железные дорожные пути появились еще в Крымскую войну. Потом англичане, которые участвовали в Крымской войне, Балаклавскую железную дорогу, так называемую. Потом французы пытались провести железную дорогу к Феодосии. Но лишь в 1875 году было завершено строительство железной дороги, которая соединила станцию Лозовая и станцию Севастополь. И огромное участие в строительстве. По проекту она была построена Мельникова, который потом стал министром путей и сообщений Российской империи. На выставке представлены планы, проекты, документы, книги, газеты, фотографии и макеты, отображающие все вехи Крымской железной дороги. Есть и те экспонаты, которые имеют неоспоримую историческую ценность. Например, вот этот фрагмент рельсы, выполненный на заводе в Нижнем Тагиле в 1876 году. Эта рельса попала к нам на вокзал железнодорожный послевоенное время, когда начал восстанавливаться наш вокзал, разбомбленный фашистами. Ее привезли с Урала, где были запасы огромные таких рельсов. И она попала в стенки депо, строящегося депо. И когда уже была реконструкция, уже в начале 21 века, ее вытащили оттуда. Поделился с нами музей железной дороги Симферопольского узла. И вот эта рельса у нас находится в экспозиции. И если музей отражает прошлое Крымской железной дороги, то сейчас у КЖД новый виток истории. С открытием ЖД-сообщения с материковой частью России главная транспортная артерия получила новую жизнь. К открытию сообщения готовились все пять лет. Вы знаете наш знаменитый бархатный путь, когда нет стыков и характерного стука колес. Также готовились здания, здания вокзалов, станции, платформы, весь пассажирский комплекс. Поэтому к этому моменту мы подошли подготовленные. Конечно, это второе дыхание для железной дороги Крыма. К нам поехали тысячи туристов. Сейчас железнодорожники готовятся к летнему сезону. Количество поездов и, следовательно, рейсов увеличится в разы, как и туристический поток на полуострове. Кроме того, совсем скоро по Крымскому мосту пройдут грузовые поезда, что позволит обеспечить и продовольственное сообщение. А окунуться в историю Крымской железной дороги и оценить весь пройденный путь можно будет в Музее истории Симферополя до 31 декабря этого года. Яна Витрюк, Артур Хороший, служба новостей и ТВ.